Доброе утро, коллеги! В Евпатории праздники прошли очень бодро и активно, но, конечно, не обошлось и без происшествий. Сегодня мы обсудим это с заведующим Евпаторийской станцией скорой помощи Виталием Владимировичем Мазиным. Здравствуйте! Совсем недавно встречались с вами в этой студии, как раз-таки предупреждали евпаторийцев и всех крымчан, как провести праздники так, чтобы они не стали травмоопасными. Помогло это? Ну, может быть, наши слова сработали, может быть, люди просто стали более образованные. В принципе, праздники прошли достаточно спокойно. Ну, могу сказать, что мало было, очень мало, какие-то домашние бытовые скандалы. Всего 9 было с травмами на улице, то есть какие-то внутренние разборки на улице, не так, как кому сказал. То есть какие-то драки? Да, какие-то банальные драки. Дальше. Мало было ДТП. То есть, по-видимому, скорее всего, высокие штрафы при ежде в алкогольном опьянении вызывают чувство настороженности. И человек, который может себе, так сказать, позволил вечером, утром он не садится за руль. Мы с вами говорили о петардах. Слава богу, за этот период времени всего по скорой помощи пришел один случай с ребенком, но он не носит угрожающего в жизни состояния. Хотя травма кисти была. Расскажите об этом подробнее. Какого возраста ребенок? Ребенку 6 лет. Это пригорода Евпатории. Там ситуация, скажем так, со слов взял в руку петарда, она взрывалась в руках. Это возможно. Ну, надо посмотреть еще, правда ли это. Дальше. Вообще количество взывов увеличилось. У нас обычно вот эти праздники, особенно зимние праздники, майские праздники, которые летом праздники и осенние праздники, вот эти вот дни праздничные, вызыва увеличиваются. Поликлиника ряд дней не работает, поэтому часть больных пациентов потенциальных, которые должны показаться доктору, вызывают нас, потому что человек беспокоится о здоровье, ему нужно, чтобы его кто-то посмотрел. То есть увеличилось. Под 200 у нас было. Примерно майский, вот предлетний объем. Ну, наверное, стандартный для таких праздников, это, конечно, отравление. Много было таких случаев в этом году? Были. Немного, но были. Потому почему, что... Ну, выпивает народ все-таки, да? Праздник, веселое настроение. Кто-то, может быть, сопало с ухудшением общего состояния здоровья и принял чуть-чуть. Бывает такое. Но чтобы оно носило очень сильно угрожающий характер, там, или сказалось, там, не было такого. Были случаи, но их немного. Их стандартная ситуация. То есть чаще вызывают скорую из-за отравления алкоголем, а не продуктами, да? Ну, чаще вызывают, если в этом плане двух случаев, ну, оно примерно одинаковое. Но в целом это обострение своих хронических заболеваний. Стресс, праздничный, подъем настроения, таблеточку забыл выпить. А может быть, а, стол, значит, нельзя, выпью там чуть венца. Выпей потом. То есть вот эти варианты вызывают ухудшение своих хронических заболеваний. Ну, и, соответственно, вызовов растет. А много было травм в этом году, не связанных с драками? Ну, слава богу, у нас зима в этом году теплая. Мне не будут соврать, наверное, травматологи, хирурги, которым поступают больные потом, которые падают на улице, которые, так сказать, посидел, отдохнул, переохладился. Мало. И дай бог, чтобы у нас зима была такая мягкая и теплая. Конечно, кому-то хочется снега, но травматологическое отделение городской больницы, когда выпадает снег, у них очень горячая пара, ну и у нас в том числе, потому что мы же выезжаем первыми. То есть в этом году медикам повезло? Ну, если будет зима такая же, бесснежная, пусть лучше дождь и капает. Для медиков, для травм это лучше, чем снег и гололед, и большой мороз. Сегодня за окном у нас минус. Повезло, наверное, все-таки, что это произошло уже после праздников, и у медиков, конечно, меньше работы. Но все-таки это время, когда появляются новые вирусы, массовые болезни. Расскажите, как с этим бороться, как правильно привести профилактику, так, чтобы точно не заболеть. Ну, программа проводилась в Крыму, да и по всей России проводится программа иммунизации населения, то есть прививочная программа. Она широко проводилась. Все, кто хотел, имел желание, и кто, в принципе, чувствует себя настороженным, они привились. Ну, те, кто уже пропустил этот вариант, несколько таких советов, которые могут улучшить. В первую очередь, если вы простыли, не выходите на работу. То есть, получается, заболели вы, заболели и коллектив, с которым вы работаете. Дальше. Если вы чувствуете малейшую продрому, то есть кашель, наспорк, головная боль, ломота в суставах, оденьте маску. Дальше. Если вы ведете ребенка в школу, в сад, проезжаете в общественном транспорте. Конечно, странно видеть, да, когда одевают люди маски, как-то настораживает очень. Но если вы едете в транспорт, и много населения, то есть, оденьте масочку, и все будет в порядке. Но, опять же, качество питания, спокойный режим образ жизни, палитрирование комнаты, ограничение контакта с больным, это позволит минимизировать потери. В прошлый раз мы с вами также вывели основные правила, чтобы не получить травмы в Новый год. Вот в этот раз мы с вами поговорили о том, как обезопасить себя от всевозможных вирусных заболеваний. Я надеюсь, что, как и в прошлый раз, так и в этот, да, к нам обязательно прислушаются. И в Патерийце, и, конечно, все крымчане болеть будут намного меньше. Ну, а пока что я передаю слово своим коллегам из Симферополя. Расскажите, как прошли эти праздники у вас? Большое спасибо, Настя. Желаем вам хорошего настроения и только добрых новостей. Напоминаем, на связи был и в Патерийский филиал телерадио компании Крыма, и корреспондент Анастасия Крапивина. А праздники мои прошли очень хорошо, потому что, повторюсь, я и работал, и отдыхал.